За 37 лет врачебной практике он спас жизни десяткам тысяч пациентов, сделал более 14 тысяч операций. Василий Витальевич Осокин долгое время работал в Московском областном центре лазерной хирургии, основанной на базе ВРКБ. Это был второй центр в Советском Союзе, открытый в обычной больнице. Мы в свое время были родоначальниками в лазерной хирургии. У нас очень большой парк лазерной аппаратуры был, именно высокоэнергетических лазеров, которые мы применяем в хирургии. И также был большой парк низкоинтенсивных лазерных аппаратов. Уже 20 лет Василий Витальевич руководит третьим хирургическим отделением. За это время здесь сформировалась настоящая команда профессионалов. А год назад был завершен капитальный ремонт здания и обновлено оборудование. За последние 12 месяцев видновскими хирургами было выполнено более тысячи плановых операций. Мы сейчас осваиваем и разрабатываем, осваиваем, так скажем, операции, которые эндоскопически выполняют эндоскопические грыжесечения. Доктор признается, работа не из легких. В день бывает от двух до десяти операций. Самые трудоемкие и сложные могут длиться по 4-5 часов. Но если бы можно было повернуть время спять, говорит Василий Витальевич, он снова выбрал бы хирургию. Нужно, во-первых, быть физически подготовленным хорошо. Нужно быть несомневающимся, принимать решения. Именно правильные, сиюминутные порой нужно принимать решения. С началом пандемии Василий Осокин в условиях нехватки медперсонала одним из первых взялся за лечение больных коронавирусом в инфекционных отделениях стационара ВРКБ. Затем в сентябре прошлого года организовал работу по оказанию плановой хирургической помощи в стенах третьего хирургического отделения жителям всего Подмосковья. Неудивительно, что в День города хирург из рук главы муниципалитета Дмитрия Аваренова получил особую награду за личный вклад в развитие Ленинского округа. Благодарен главе, что он ценил мой скромный труд. И ценил в День города, именно в такой знаменательный день, даже в день открытия нашей новой поликлиники, вручил этот знак. Ежегодно в третью субботу сентября в нашей стране отмечается День хирурга. В этом году он выпадает на 18 число. Многие из медиков встретят его на своем боевом посту, в операционной. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok